ну что ж зрители подписчики канал рунштайн айнс давно не снимал выехал на место поступила информация с пара сотрудников коллег которые сказали что в этом месте должно быть что-то интересное говорили до этого но чем решила сегодня доехать сюда поисследовать тут удачи рядом дорога окружная проходит и по предположительной версии здесь расположен под этим лесом старый подземный город который был оснащен можете верить может нет радиолокационными станциями для обороны этого места в общем подойду сейчас поближе вот куда сейчас показываю камерой и посмотрю что там сохранилось что я продолжаю движение по дорожке увешивать весь своей аппаратурой сейчас я поверну камеру немного правее и у нас здесь у нас здесь стоит вышка там сверху расположен как бы бывший концлагерь но это вообще-то еще одна часть подземного города я точно знаю что там уходит на несколько этажей вниз но на поверхности так аттракцион для туристов названием концлагерь который здесь и быть не могу ну и вот она вышечка ну вот еще одна достопримечательность который не встретился на пути вот такая вот вышка современной связи 5g вся увешана фрактальными антеннами и облучает местное население в принципе я мог подъехать вот здесь поближе по этой дорожке но я решил пройтись и дойти до места пешочком недалеко погода хорошая воздух чистый движение никому никогда не помешает сегодня у нас 18 февраля воскресенье германии все еще зеленая или уже зеленая скоро позеленеет буквально пару месяцев и на этих деревьях снова появится листово не поднялся немножко выше если сейчас буду вести дальше прямо вправо сторону этого леса возвращаясь назад то перед нами на вершине около вышки расположена часть фортификационного сооружения крепости звезды ульм это третье кольцо по этой ровной поверхности если мы пойдем дальше вправо мы видим что она четко сливается вот с этим лесом и в принципе соратники могли быть правы что все подземные сооружения соединены между собой и здесь вполне вероятно мог быть подземный город перед нами открывается отличная панорама на ульм к сожалению моей версии камеры гоупро нет функции увеличения но можно приблизить так что я посмотрю этот пинокль но вам потом расскажу как это было красиво вот он вид на мюнстер на весь куль и вдали видны хорошую погоду трубы атомной электростанции которую заглушили меня здесь интересует в первую очередь вот этот бугор мне его однажды указал одна соратница это очень интересное место возвышенность такая но как видим что здесь все уже поросло всем на свете но видны вот такие вот куски бетона видно что там дальше в этой дырке что то есть бетон сделан из ракушечника камень добавляли в него и четко обработанная поверхность вот здесь местные лесники проезжали лес вырубили часть деревьев вот я получается стою сейчас на вершине вот это вот фундамента но артиллерийских батарей тут не ставили их явно здесь не было в четырнадцатом году ну вот видите как выросло дерево именно на части на части фундамента который здесь торчит я лишь могу предполагать что здесь расположены под землей ну как обычно захватил с собой компас вот такие вот у нас бетонные сооружения в лесу заросший уже вот таким вот лесом корни правда идут поверху пусть им в бетон войти не удалось и сделаем замер я включил частотник чистота в радиусе 100 герц вот они сейчас показывает 1124 герца здесь нормальный фон излучения включил замер электромагнитное излучение вольтах на метр она сейчас 14 градусов сегодня излучение не показывает компас тут тоже никакие чудеса вытворять не стал угол немного смещен на запад и компас указывает точно на север если я возьму расположение этой точки и удаление от города но еду он туда на вышку дальше явно остатки фундамента которые здесь обнаружил были не для линий электропередач потому что мы видим как они зарослее по возрасту этого дерева не так много как и этому максимум 50-60 лет то это место примерно столько лет назад начали прятать ну что я отправлюсь дальше погуляю по лесу и посмотрю вдруг здесь что-то обнаружится интересно вот я взял фонарь посвятить что-то внутри в этой дыре сейчас походу это лисе нора не больше того и только лиса знает куда это дырка идет дальше в какую глубину но по толщине культурного слоя который максимум здесь 30 40 сантиметров понятно присыпалась это недавно ну и по возрасту деревьев ясно что маскировали это тоже не так уж и давно иду в глубь леса по дороге который здесь укатал трактор лесников которые сделали здесь вырубку по сути дела проход мне интересно подняться еще повыше и оглядеть что может находиться там прибор измерения радио магнитного излучения пока мне ничего не выдал в общем по всем показателям ноль можем переключить на мюль тесла но я обычно вольт на метр использую и иду дальше пытаясь найти где-то источник выходящего излучения ну или что-то интересное что не вписывается в официальную версию я обнаружил одну из хижин старого города здесь жили индейцы вот в этом вигвами питались шишками и мхом которого здесь валом но пока еще ничего интересного я здесь не встретил продвигаюсь дальше вот он и следующий домик местных туземцев которые покинули его неизвестно когда одни сосны елки и ничего интересного двигаюсь дальше еще один домик в общем тут кто-то жил явно таких вигвамах это люди из каменного века были постройки остались но они ушли наверняка обещали вернуться поблуждав по лесу найдя три вигвама или стоянка древнего человека что тут было я вышел на такую дорожку а тут не как бы указатель показал стрелкой тебе туда ну а тут у нас что тут у нас леса заготовка лежат уже обрезанные стволы готовы к отправке я вам не могу передать запаха спелены сосны или ели но воздух в лесу очень чистый иногда просто даже не пытаясь найти какие-то древние постройки выходите прогуляйтесь в лес подышите свежим воздухом это будет полезно для вашего здоровья по сути я поднял сейчас на вершину горю если посмотреть налево то дальше мы видим спуск вниз никаких следов никаких входов ничего даже намекающего на это я пока здесь не обнаружил ну получается сейчас пойду по этой дороге дам небольшой крюк смотрю лес вероятно что вход надо будет искать в каком-то другом месте они на вершине этой горы так не найдя ничего интересного я решил попуск папушки выйти из леса шапку кто-то забыл древний римлян был наверно и иду не спеша стороны стоянки где оставил свою машину но только собрался уходить иду мимо на опушке вот такой вот камень который в принципе никто и не приметил бы я тут немного поковырялся своим инструментом дальше такой лопатой то особо не прокопаешь ну вот это вот по сути какая-то метка кто-то вот этот обработанный камень сюда принес и установил вот я вышел в поле и да по опушке там я обнаружил этот непонятный камень указатель на что не знаю никаких следов от разрушений железобетонных изделий находящихся на поверхности этого леса кроме как на входе мне обнаружить не удалось в общем прогулялся посмотрю то что есть может быть что-то еще всплывет может быть удастся найти вход в эти подземелья но он явно не там где у сегодня искал вот этот небольшие раскопки все произвел но обнаружить зубец а какой-то стены вот я выкопал стоял как как бы как граничный камень означающий границу чего-то так он выглядит железо я в этом камне не обнаружил но механическая обработка присутствует снизу он такой серый а тут снаружи он позеленел в общем закопаю назад и поставлю как он стоял только ровно вот моя рукоделина сегодня становил вновь ровно метку отметку тут тут явно что-то отмечал механическая про . дырки тоже чем-то убивались и поверхность этих сторон был обработанных механических может быть у какие-то следы попадутся ну что ж я покидаю лес древних римлян вот очередная их не хибара 17 февраля скоро весна дарю всем подснежники которые вылезли в этом году уже в германии и вот он очередной камень метка ну граничных надписей нету что он здесь забыл неизвестно оси новой там первых убиваться и вот такие вот красивые цветы ну что подписчики зрители на этом заканчиваю сегодня приключения наши не заканчиваются продолжаем искать как гласит русская поговорка не все коту масленица но кто ищет тот всегда найдет желаю всем хорошего дня